Всем привет, с вами Герман, и сегодня мы продолжаем играть в The Long Dark. Прошлая серия вышла неторопливой, я очень медленно выбирал одежду, чинил её и прочее. Эта серия у нас будет, я считаю, что следовало бы её сделать немного побыстрее, чтобы больше пройти каких-то сюжетных заданий и прочее. Поэтому мы сейчас с вами целенаправленно бежим в сейф, в банк, чтобы вскрыть сейф. И так, как бежать? Вот так, всё, бежим. Там болки были, но я думаю, что сейчас всё будет хорошо, потому что у нас вроде как нету никаких болезней, по ощущению минус 10. В принципе, я замерзаю, но это не критично. У нас всё, в принципе, в порядке, но почему-то полностью всё равно у нас усталость не восполняется, хотя мы только что поспали в прошлой серии. Вот, как-то, не знаю, как, непонятно, как всё работает. Вот, но я хотя бы разобрался с тем, что чем больше устал наш главный персонаж, тем меньше он сможет носить с собой вещей, и вообще, что загруженность нашего инвентаря, нашего рюкзака, влияет на скорость его усталости. То есть, ну, чем больше загружен ваш рюкзак, тем быстрее, естественно, будет персонаж уставать. Мне нужен банк, у меня есть ключ. Кстати, сейчас нужно проверить, есть ли он у меня в инвентаре, собственно. Потому что ключ, который я нашёл, вот, у меня в инвентаре не обозначался. И сейчас что-то я его тоже не вижу, по-моему. Ну, может быть, я его сейчас не заметил. Но особо не хочу на это время тратить, потому что мы его точно взяли. И сейчас нам нужно идти. Нам нужно идти. Что-то ветер поднялся небольшой. Ну, как небольшой. Такой средненький ветер. А ветер это нехорошо, потому что... Вот, при сильном ветре, как бы, ты замерзаешь быстрее на морозе. Но это нам не грозит особо, потому что мы в более-менее знакомой местности знаем, там, в какой домик зайти, где погреться можно. Вот, поэтому, ладно. Это всё не страшно для нас. Мне бы найти банк, собственно. Milton Credit Union. Вот он, Credit Union. Это, скорее всего, банк. Вот, по-моему, я в него уже сходил. А может быть, я что-то путаю. Кстати, есть и плюсы от такой погоды. В такой погоде, если мне не изменяет память, в этой игре, как бы, у нас дичь не особо любит высовываться. Не особо любит охотиться. Поэтому, сейчас мы, волков, как бы, не видим. Где они прячут код от хранилища? Не видно. Код от хранилища? Вы что, хотите, чтобы я ещё код от хранилища нашёл? Это слишком жёстко, ребята. Какой код? Вот у меня есть... Здесь закрыт, сюда не... Необходим код от банковского хранилища. Так, вот к этому меня что-то это. Жизнь не готовила. Ребят, тут я, как бы, уже был, собственно. Всё обыскал. И довольно давно уже тут был. И если даже тут был какой-то код, вот, это обыскать кассовый аппарат. То... Камень. Нет, спасибо. Обыскать металлический контейнер. То, скорее всего, я тут уже всё, как бы, облутал. И код от хранилища мы не увидим. Металлическая полка. Вот это вот я не могу посмотреть, к сожалению. Ладно. Сейчас по побырику пройдёмся. Картонная коробка. Это только разломать можно. Нужно подумать, нужно подумать. Пусто, 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 пусто. Открыть шкафчик. Вот, может быть, этот шкафчик. Нам расскажет. Код. Антисептик, кстати, очень хорошо. Поношенные берцы. Ботинки созданы специально для военных. Жаль, что не для холодов. Сверхпрочная кожа с хорошей поддержкой колени. Зачитят от укусов. Ну да, возьмём кофе. Потом ещё выбросим. Это нехорошо. Я вам скажу, потому что код от хранилища, блин. Ну, какие у меня сейчас задания, по сути, есть. Усера матери укрыли нечто ценное. Верните пропаж. Заберите пропаж банковского сейфа. Ну, тут, я так думаю, нам ничего не скажут. Вот. Можно я понажимаю? Нет, нельзя. Пу-пу-пу. Я не знаю, что делать. Будем надеяться на то, что тут будет ответ. Шоколадный батончик. Прекрасно. Часы остановились, я смотрю. Ну, тут как бы нет нигде кода. Ну, в туалете он вряд ли будет. Но, ну ладно. Всё-таки мы его ещё раз крутаем. Может быть, в мусорной корзине? Нет, в мусорной корзине у нас почему-то ничего нет. Газета. Ведро. Как бы туалет. И ничего нет. Возможно, когда я в прошлый раз сюда заходил, я что-то ценное упустил. Вот. Какой-нибудь код. Вполне возможно, что я его выбросил просто или что-то подобное. Вот. Ну, вообще, я бы тут где-нибудь спрятал код. Вот. Но его тут нет. Его тут нету. Блин, это нехорошо. Это нехорошо. Фу-фу-фу. Подумаем, подумаем. Ну, в принципе, я могу в любой момент сейчас посмотреть, какой код, собственно, от хранилища. Наверное, я, собственно, так и сделаю сейчас. Потому что, скорее всего, я его, как бы, потерял. Итак. Я не знаю, как я должен был догадаться, но я посмотрел в интернете, как это всё делается. Короче, мне нужно открыть, найти было ключ, который спрятан вот в банке. Почему-то я не обыскал вот тут вот все дверцы. Не знаю, почему, как так вышло, но это не суть. Мне нужно было обыскать вот эти все дверцы, чтобы потом открыть ключ. Так, почему такая долгая загрузка? Я уже думал, блин, игра вылетела. Чтобы потом... Что-то я очень много говорю. Найти, собственно, дом этого управляющего банком. Вот, чтобы у него в доме найти, прилёг бы прямо здесь. Только не... Только проснусь. Не-не-не-не-не, товарищ, товарищ. Мы тут не будем спать. Мы сейчас в доме управляющего поспим. Опять у меня перевес. Короче, мне нужно в дом управляющего проникнуть, чтобы у него найти ключ кодовый от сейфа. И только потом я смогу благополучно, собственно... Интересно, вот. Это не то. И потом только я благополучно смогу... Ну, вот это похоже. Вот этот домик как-то немного выделяется. Отлично. Чтобы я открыл уже, собственно, сам сейф. Итак, братан. Мы сейчас ничего с тобой искать не будем. Мы у тебя поспим, управляющий. Буквально часок. Хотя нет, давай. Опять 12 часов поспим. Вот, проснёмся, возможно, на рассвете. Вот, возможно, чуть пораньше. Но это ладно, это не страшно. Потому что в любом случае я сейчас... Как раз пока там дела поделаю, покушаю и прочее. Так, ночь. Я не умер от обезвоживания. Это меня уже радует. Так. Собственно, фонарик. Что, нормально всё? Зажигай фонарь. Так, отлично. Мы по-быстрому кушаем чашку кофе. Оно, правда, холодное, но ладно. Бонус усталость снизилась. Отлично. Кофе это энергетик. Это круто, что тут даже всё учитывается. 900 калорий вздувшейся банкой персиков. Это всё фигня. Так. Берём, берём ещё что-нибудь. Кушаем. Чтобы, знаете, прям по полной всё. Набить свой желудок по полной. Давай, давай, открывай. Ест. Отлично. Мы всё наелись, напились. Но у нас всё равно перевес. Перевес большой. Вообще. Перевес, ну, 5 килограмм. В принципе, ладно, не страшно. Блин, ну, так и манят прям вот взять этот лимонад. Ну, ладно, я пока что просто сейчас обыщу. Всё. Набор для шетел у меня есть. Он мне нафиг не нужен. Буду брать только прям вот самое необходимое. Что прям вот найду. Вот. Ну, естественно, самым необходимым будет код. Вот сейфа. Поношенные штаны. Нафиг не надо. У меня уж такие есть. Теперь. Так, тихо-тихо-тихо. Где вообще могут находиться приличная футболка? Нафиг. У меня уже всё надето. Давай, давай. Ну, найди, пожалуйста. Я не знаю просто, где это всё может находиться. Вот. Потрёпанный свитер нафиг не нужен. Так, чё у нас по температуре, собственно. И не по температуре, а по, блин, по времени суток. По-моему, месяц ещё не ушёл никуда. Так, книга какая-то. Вот. С топором на обложке. Шоколад-то. Ладно. Код от банковского. Отлично. Вот это мне и нужно прочитать. 19-30-08. Отлично. Всё. Мне больше от этого дома вообще ничего не надо. Вот. Разве что, блин. Ну, я наелся. Я наелся. Корм для собак. Ну, говорил я себе, конечно, что больше не выйду на улицу ночью и прочее. Вот. Но спать уже не хочется. Хотя вон там светает. Можно ранним утром это назвать. Так что я вышел не ночью. Тем более сейчас такая погода, что зверей на улице не будет. Поэтому мы спокойно можем с вами добежать. Вот. И всё у нас будет отлично. И мы выполним, наконец-то, этот квест. Квест. Вот. Топлива для фонаря я экономить не буду, потому что у меня, оказывается, там его около 3 литров. Вот. А это как бы дополнительный вес. Выбрасывать мне его жалко, а вот так вот просто светить. Блин, что-то я прошёл уже. Светить, в принципе, нормально. 19-30-08. У нас кот. Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Если честно, я уже немного подустал с этой бабкой возиться. Я хочу уже от неё уйти. Давай. В смысле? Кот. Куда его водить-то? Эээй. Ребята. Я как бы это самое. Уже знаю, кот. куда нажимать красная кнопка сейф на нет всех не нафиг не нужен ребят можно пожалуйста администратора или там кого-нибудь вот тут есть какие-то циферки но они блин все не нажимается почему все так сложно почему не могу просто это все открыть так необходим код от банковского хранилища а он у меня как бы есть ребят код от банковского хранилища у меня это все есть вот он код записка пастора список необходимых так я не понял что совсем дурак и и что не взял ребят я не понимаю что со мной не так я я чё совсем дурак или или что так это очень важный вопрос это очень важный вопрос где моя записка блять какой же я тупой меня просто нет слов и оказывается записку прочел но с собой не взял видимо игра думает что как бы мало того что я запомнил мне нужно ее собственно еще и принести в этот банк ну ладно раз игра так считает то я это все сделал вот и теперь то я могу его открыть есть 19 так я забыл как-то плен как-то крутить ребят а все 15 19 30 знаете вот с так и 0 8 5 6 7 8 все открыть наконец-то блин фух знаете вот когда я открывал вот этот маленький сейф просто методом тыка это это было очень тяжело вот и долго а вот сейчас это так подожди мне это не нужно мне нужны ячейки давайте посмотрим сначала какие ключи у меня собственно есть пятнадцатый и двадцатый вот я как раз таки нашел так 20 20 через двадцатом а алло увеличительные стекла с помощью линз и солнечного света может нифигара жечь огонь забираем банкноты пачка банкнот банкноты это все отлично и у нас 15 если не ошибаюсь еще закрыт так еще открывай вася давай наконец-то сейф серой матери ага то есть мы просто так то банкноты я думаю что я уже не нужны а почему нельзя вот просто ломануть вот это все о есть открытые есть открытые но мне кажется в открытых ценности будет мало шоколадная плитка банкноты закрытые жалко нельзя прям пломиком как открыть вот кстати видели к книгу кто-то положил кто-то для кого-то с самой большой ценности является книга у кому-то деньги вот эти люди кто-то шоколадку туда положил на сохранение видите все люди разные не знаю к чему это все говорю но просто так к слову не все же деньги хранят банковской ячейки кто-то вот книжку положила кто-то шоколадку вот но это меня вообще сейчас не заботит потому что я уже хочу отсюда светить поскорее от этой бабки которая мне уже надоело честно я уже тут все округу знаю вдоль и вперед я уже хочу уйти отсюда нафиг давай давай заходи василий чё нашел что вот это вот я думал как он оказался немного побольше ящик кит не давай сюда сей да какой-то 7 шкатулка блин вот бабс конечно ты хотел чтобы я украл для украшения ты сказал что это поможет ее найти немного вера чужак это поможет она что колдунья что окажите последнюю услугу и тогда скажи что блин какую нафиг услугу я уже устал от тебя бабуля во 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 правильно мужик ты умрешь как и другие ты василий ты не понимаешь как бы чужак окажи серой матери последний услугу последний человек свалившийся с неба не нравится бабка можно его сейчас заколбасить забрать топор блин и того что не на просто я я как-то думал чтобы топором вольнуть и забрать у нее ружье нафиг вот и уйти слышь бабла что мне нужно делать так исправь ошибки прошлого чужак это все о чем я прошу ты чуди дура я не знаю какие ошибки как мне это сделать точно отнеси жамчик ли ли чего или лили 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 я все это время думал что ты говоришь о моей подруге что кто такая лилия ты найдешь их на заебись просто нахуй на кладбище блять у церкви нахуй нам не надо бабка колдунья блять с кем я связался просто мне нет слов на кладбище ночью в принципе рассвет скоро будет ладно по показателям у нас все нормально в принципе мы сможем сходить так ты мне все дала бабка то я сейчас выяснится что я приду там не взял бусы и прочее а давай глянем все бусы у меня можно блять проверить нормальный жемчуг такой такой добротный может я себе заберу а сам скажу и что типа я это отнес все в порядке она же не узнает собственно вот зачем зачем мне это все делать эти можно просто набрать она слепая блять она все равно не поймет не знаю что ты мне вообще-то бабка надоела порядком мост где волки честно меня нападут что ты это как рассвет вроде был мы сейчас уже как-то пропал бабка бабка блять давай ночью на кладбище сходим давай чем не далеко еще идти а тут один фиг не показывает мое местоположение но в принципе тут одна дорога потеряться сложно блять по моему волк по моему нахуй волк у меня в принципе есть два бандажа и как бы встреча с волком не особо не навредит но я все равно не хочу его видеть потому что блин вот это вот все найдено новое местоположение лесной участка какой нахуй лесной участок я тут же ходил уже а все понял я в принципе недалеко то где волк где волк я учу потерял из виду ну ладно он где-то там поэтому лучше тут не оставаться воды и продолжить движение по моему я вижу уже какие-то заборчики возможно это кладбище возможно я очень на это надеюсь потому что дальше я идти не очень хочу давай кладбище есть отлично где лилия здравствуйте о отлично все сразу нашли так лилия давай вот и бусы чё я еще должен тебя этого закопать их туда тебе положить я как бы это я на это не подписываться можно я просто день да вот тут оставлю и вроде как все все замяли вот лилии ба баркер я не знаю кто ты и кем ты была но вроде как все у нас хорошо теперь бабка серой матери украли ничьи цены верните я нафиг уже все верну блять ладно пошли отсюда поскорей хотя нет возможно стоит задержаться потому что мне кажется или что-то ценное вижу нет ну что может быть на кладбище цены это что совсем дурака цены на кладбище конечно зимой заброшенной деревни какой-то на севере блин конечно будет цены мне нравится что у меня видимость нулевая вот но делать нечего я тут ночевать не собираюсь и вообще собираюсь отсюда свалить нафиг просто бабка меня задолбал можно было бы ее по сюжету как-нибудь заколбасить забрать ружье а там бы я уж сам как-нибудь справился я думаю что я нашел бы дорогу учитывая то что у меня дофига лута тут я бы все залутал вот сколько бабки еще блять отдал дров на сколько я бабки отдал еды и просто пропиток куда я вышел где вот вот сколько бабки отдал еды просто представляете я бы просто мог набить свой рюкзак нафиг едой хотя он и так у меня на дне полностью вот и спокойно спокойно блин двинуться там на поиске своей там женщины я не знаю кто это блять зачем я вообще тоже за ней иду непонятно вот но все жива идешь идешь ладно любом случае ты как бы тут потерпел крушение тебе нужно найти цивилизацию вот а тут мне нужно терять драгоценные минуты там часы блять дни я уже сколько дней тут провел у этой бабки вот чтобы просто и я не знаю даже для чего я с ней связался что она мне там покажет расскажет что она может знать она слепая старуха которая живет одна блять который из дома даже не выходит вы понимаете что она может мне просто поведать вы мне объясните ну может быть я конечно неправильно поступаю что все таки нужно сюжет вникать там растягивать там печальную ноту питая печальную долю там блять которая выполнена на нашего персонажа там вот эти вот его переживания на и вообще не понимаю зачем мне эта бабка нужно чё давай лили твоя дочка я уже все отнес все нормально тебя четкое сердце маккензи ты видишь то чего не видит другие ну да да ну как бы тут это вариантов не особо потому что но имя или брейкер баркер она приходилась родственнице фермеру ты говоришь на и все лжицы и жулики за эти годы мое сердце ожесточилось или облама ей нашей дочерью короче она была вот за эти годы маясь ну ладно я уже думал другие супер я язык семьи фермер был моим мужем но я остался одна и вы выжили вместе и конечно они жили вместе или умерла в горах ну да это опасно волки скорее всего не донимает она хотела покорить все горные вершины она была такая юная однажды она решила пойти в одиночку конечно это грустно я сказал нет она сказал да ты понимаешь юности максимализм она пошла одна она сорвалась ее съели волки ужасно я так ему этого не простил собственно что он ее отпустил вот а жемчуг это моя матерь я подарил его лилии на 16 день рождения в этом году в в том году она и умерла собственно вот ну тогда понятно а мы никакая не колдунья нормальная женщина я хотел чтобы жемчуг покорнил меня с ней отец я решил оставить жемчуг в памяти мы поссорились с тех пор не разговаривали нашли из чего ссориться потеряет ребенка это ну да это это тяжело это будто умереть самому но теперь тебе может быть удастся спасти свою подругу означали ли умерла не зря а бабка все все в к в корыстных целях собственно ты делаешь возьми ключ наверху комнаты или там сундук в принципе в принципе спасибо возможно меня это спасет мне знаете что что больше всего нравится возьми там берегу карты дипа и марш вот так сможешь пробовать через город чтобы я тоже прознал как она так можно добраться мельница недоступна прочитать слов нормально не могу таки вот но это в принципе нормально для меня потому что я люди все как-то побыстрее хочу пройти я буду сидеть и думать о лилии которые которые вернули и жемчуг ну ладно спасибо бабка единственное что мне это много для меня сделано к диете не зовут ну хотя бы бабка теперь о нас думает хорошо я постараюсь вернуться бабуль я это орал сын help весной заскочу там вот там еще это зависнет проживешь моя дорога дошла к концу а твой только начинает иди забудь о серой матери в мире милтоне это часть старого мира ты тут вообще не нужен он милтон я долго не прожил интересно как она варила суп она же слепа не умер принадлежит силе ну в общем подожди бабуля а если ты умираешь можно я у тебя ружи ружбайку заберу а бабуль бабуль можно пожалуйста насчет доверия я хочу у тебя это слушай палка гриб рейш и повязка концер армейский рп консервный нож отдать гриб лишь повязка не-не-не-не-не-не-не-не вот гриб я тебе могу дать а это мне на нафиг не надо выбрать нормально бабуль это можно мне блин дружи ружбайка твою нет так я знал что от бабки ничего хорошего не будет но конечно спасибо хоть на том что собственно мне дала дала снаряжение вот и так это ее комната а вот эта комната возможно слушай даже не был я не ходил нафиг о открыт сундук скорее всего это то что нам собственно и нужно снаряжение альпинистский так потрепная дровосека нафиг нет не надо приличные носки и карта карта отлично это мы все возьмем вот но только наверно в следующей серии мы туда отправимся давайте посмотрим по карте вообще я вот немного не понимаю а то есть мне нужно дойти до сюда каким-то образом и оттуда уже по карте ориентироваться как дальше куда-то пройти дальше мне кажется карта прорисуется будет все круто ну на этом наверное мы завершим наш серебто что мы с вами очень много чего сделали сегодня с вами был герман всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и встретимся в следующей серии